Павел Минаршик Семь лет за рубежами своей страны, в чужой личине. Семь лет опасной работы разведчика. Чтобы мир узнал правду о том, что скрывается за вывеской радиостанции под громкими названиями «Свобода», «Свободная Европа», чем на самом деле занимаются их сотрудники. Тайное стало явным. Таким было его служебное удостоверение на радиостанции «Свободная Европа». Имя – Минаршик Павел. Удостоверение номер 25-121. Фотография владельца, подписи, печать. Фотография этого удостоверения была, как вещественное доказательство, предъявлено на пресс-конференции, состоявшейся 29 января в Праге. А вот он и сам, бывший сотрудник «Свободной Европы», капитан чехословацкой разведки Павел Минаршик. Около 200 чехословацких и иностранных журналистов присутствовали на этой пресс-конференции. Они пришли сюда, чтобы услышать рассказ человека, вернувшегося с той стороны. Старинный баварский город Мюнхен. Именно здесь нашли себе приют и радиостанция «Свобода», специализирующаяся на передачах для Советского Союза, а точнее против Советского Союза, и радиостанция «Свободная Европа», ведущая передачи на социалистические государства Восточной Европы, против этих государств. Здесь и начал в конце 1968 года работать беглец из Чехословакии Павел Минаршик. Из Праги он сумел доставить в Мюнхен весьма ценное, по мнению руководства, документы, и быстро войдя в полное доверие, был принят в штат Чехословацкого отдела «Свободной Европы». В одной из таких студий часто работал Павел Минаршик. Последний его рабочий день на «Свободной Европе» был 12 января этого года. И вот пресс-конференция в Праге 29 января. Журналисты слушают рассказ Павла Минаршика. С 1968 года до недавнего времени я работал в качестве диктора печально известного радиоцентра, лицемерно именующего себя «Свободной Европой». Сразу скажу, что у этой станции мало общего с Европой. И уж совсем ничего общего со «Свободной». Это касается в полной мере также радиостанции «Свобода», передачи которой ведутся на языках народов СССР. Оба радиоцентра являются орудием диверсионной и шпионской деятельности Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки, направленной против стран социалистического содружества, против Чаростовакии. Если бы на Западе не существовали центры и организации, деятельность которых подвергает угрозе мир и безопасность Европе и во всем мире, то, наверное, не нужны были бы разведчики, задачей которых является своевременное разоблачение подобных тайных империалистических планов. Но именно таким институтом, сохранившимся со времен Холодной войны, является и так называемая «Свободная Европа», и так называемая «Радиостанция Свобода». Поэтому моя задача во время пребывания в Мюнхене была полностью обоснована защитой интересов моей Родины и мирового социализма, защитой интересов европейского миробезопасности. Первый контакт с Мюнхенской радиостанцией помог мне установить агент ЦРУ, бывший директор Чехословацкого делостанции Юлиус Фирт, который в сентябре 1968 года подвязался в Вене, где он должен был перехватывать, давать характеристику и вербовать чехословатских иммигрантов для различных нужд американской шпионской службы. Я должен отметить, что ЦРУ весьма широко использует для этих целей столицу нейтральной Австрии. что касается агента Фирта, то я хотел бы напомнить, что он был когда-то директором пражского издательства «Мелентрих» и до 1948 года являлся депутатом национального собрания от Чехословацкой национальной социалистической партии. Доказано, что американским разведывательным органам он служил с 1943 года. Поэтому я знал, когда встретился с ним в Вене, с кем имею дело. Для такого случая я получил в Праге соответствующие материалы, которые мой предложил. Фирт их купил, заплатил за них и устроил встречу с Ярославом Пехачеком, тогдашним директором Чехословацкого отдела свободной Европы, который, между тем, также приехал в Вену. Он-то и предложил мне работу в свободной Европе. С обоими я снова встретился по истечении короткого времени в Нюнхене, куда был отправлен для завершения дальнейших формальностей. Здесь мне Фирт объяснил, что я должен пройти через лагерь беженцев, но что это, мол, не должно меня беспокоить, так как все уже устроено. Когда я после этого появился в лагере беженцев в Цирндорфе, недалеко от Нюрнберга, действительно там все было подготовлено. Здесь я подвергся двум допросам, сначала в западно-германской разведывательной службе, а потом меня допрашивали люди из ЦИРУ. И те, и другие обошлись со мной весьма дружески, так как уже знали, что я их человек. Фирт в то время работал советником у американского директора свободной Европы Ральфа Болтера. В беседе о моей будущей работе он поставил передо мной условие, что, помимо прочего, я должен буду предоставлять американцам информацию о лицах, с которыми мне придется совместно работать. Он сказал, что в свободную Европу прибудут новые люди, которые были известны в Чехословакии как коммунисты, и некоторые из них будут работать в свободной Европе. Одни как штатная, а другие как нештатные сотрудники. Он указал, что нужно будет выяснить, каковы в действительности их демократические убеждения. Мне было объяснено, как будет примерно выглядеть деятельность эмиграции, и что о ней я должен буду узнавать. Моя согласие с предложением ФИРТа открыло мне двери не только в чехословацкий отдел, но, что было для меня особенно важным, с точки зрения моей основной цели, открыло мне доступ в американские службы. Эта моя работа принесла хорошие результаты. Могу засвидетельствовать, что главной задачей радиоцентра в Мюрхене является не только радиовещание, хотя диверсионная пропаганда была и остается на одном из первых мест в деятельности этого института холодной войны. Кстати, тон этого подстрекательского обещания, как правило, определяется конъюнктурными потребностями американской внешней политики. Так, например, незадолго до встречи представителей 35 стран на конференции по европейской безопасности и сотрудничеству в Хельсинки. Американское руководство радиостанции издало приказ, согласно которому особое внимание должно было уделяться материалам и высказываниям, содержащим всякого рода оговоркам и сомнениям по поводу встречи в Хельсинки. С той же целью предлагалось широко использовать и нападки маоистов на идею европейской безопасности и сотрудничества и на разрядку международной напряженности, а также различная маоистская клевета, направленная против социалистических стран. отмечу попутно, что положительное отношение к конференции в Хельсинки не проявил ни один из сотрудников свободной Европы. Все они противники политики мирного сосуществования. Однако главной задачей мюнхенских радиостанций, как я уже говорил, является нерадиовещание. Эти станции являются руководящим центром всякого рода эмигрантских организаций. Павел Минаржик привел на пресс-конференции множество фактов и документов, разоблачающих шпионскую деятельность различных чехословацких эмигрантских организаций и тех, что действуют под покровительством ЦРУ Соединенных Штатов Америки еще со времен Холодной войны и тех, что возникли опять-таки под крылом шпионских центров Запада после 1968 года. Касаясь далее тех особых функций, которые осуществляют радиоцентры «Свобода» и «Свободная Европа», Павел Минаржик продолжал. Мюнхенские радиостанции возникли в головах военных стратегов в ЦРУ. Их управление осуществляется под полным контролем Американской разведывательной службы. Сейчас кое-кто на Западе пытается уверять, что, мол, эра внецательства ЦРУ в деятельность мюнхенских радиостанций окончилась по одним источникам в 1971 году, по другим в 1972. Я могу с полной ответственностью заявить перед всем мировым общественным мнением, что различная формальная реорганизация статуса мюнхенских радиостанций, проведенная в последние годы, является только обманом американской и мировой общественности, что ничего не изменилось в содержании их деятельности ядром, которой по-прежнему является холодная война. Ничего не изменилось ни в существе радиоцентров свободной Европы и свобода не в том, что ЦРУ, как и прежде, сохраняет здесь свои позиции. Агенты ЦРУ, которые раньше работали в этих радиостанциях, находятся и в настоящее время на руководящих постах. Радиостанции эти были и остаются разведывательным и пропагандистским служебным органом американского шпионажа. С помощью своих людей и соответствующего внешнего камуфляжа ЦРУ полностью контролирует и определяет программу вещания и работу филиалов обеих станций в Париже, Риме, Лондоне, Вене и Брюсселе. Приведу конкретные имена и фамилии. Ричард Кук, директор обеих станций прибыл в Мюнхен из так называемого исследовательского отдела ЦРУ. В прошлом он по заданию ЦРУ принимал участие в проведении некоторых важных визитов в Советский Союз и в Соединенные Штаты. В течение определенного периода работал также в качестве официального сотрудника ЦРУ в Госдепартаменте. Ганс Фишер. Ганс Фишер, директор отдела кадров и администрации Мюнхенских станций, был американским разведчиком в Европе уже в период Второй мировой войны. С 1947 года он является официальным сотрудником ЦРУ, которая его направила в свободную Европу. Он непосредственно подчинен ЦРУ. Хьюч Элбот. Хьюч Элбот. Руководящий работник, отвечающий за контроль передач, подполковник американской разведывательной службы. Рассел Пул. В настоящее время руководитель отдела безопасности обеих станций. Ранее исполнял ряд других функций. Он также непосредственно подчинен в Вашингтонскому центру ЦРУ. Этот перечень можно было бы продолжить. дискомпулярен. 60% американского персонала составляет служащие сотрудники ЦРУ или же военные разведывательные службы Г-2. ЦРУ, точнее его отдел так называемых тайных акций, в решающей степени влияет на структуру программ, а также на организацию других акций, причем при полном согласии американских правительственных инстанций. Нет сомнений, что существование мюрхенских радиостанций является грубым нарушением норм международного права, устава ООН, а также принципов, которые закрепили своими подписями в Хельсинки правительство 35 государств, включая правительство Соединенных Штатов Америки и Федеративной Республики Германии. Заключительный акт недвусмысленно говорит о недопустимости диверсионной деятельности, вмешательства во внутренние дела других государств. Но именно такой является деятельность мюрхенских радиостанций, которые также, как и раньше, направляются и финансируются официальными органами Соединенных Штатов Америки. На пресс-конференции в Праге Павлу Минаржику было задано журналистами разных стран, множество вопросов. Ни один из них не остался без ответа и становились застоянием гласности все новое и новое подробности подрывной шпионской деятельности мюнхенских радиостанций. Так, отвечая на вопрос, каким образом собирает радиостанция шпионскую информацию и как она используется, Павел Минаржик рассказал. Американская разведывательная служба широко использует в своей работе так называемый метод мозаики. Это значит, что, например, производится тщательная оценка всех писем, поступающих в обе радиостанции из стран социалистического содружества. Затем проводится анализ всей информации из этих писем, которую можно использовать. Она включается в так называемый информационный бюллетень. На эту информацию составляется картотека. У меня была возможность установить авторов в материалах из Чехословакии. у меня была также возможность установить фамилии информаторов и каналы их связей со свободной Европой. Другой путь к приобретению такой информации состоит в завязывании знакомств с гражданами социалистических стран, приезжающими на различные конгрессы, научные заседания, симпозиумы, на спортивные встречи, а также с теми, кто посещает в личном порядке западные страны. западные Среди Среди сотрудников например Чехословацкого отдела свободной Европы существует категория людей, которым американская разведывательная служба вменила в обязанность устанавливать контакты с гражданами из социалистических стран, приобретать от них информацию, а позднее это уже третья фаза привлекать этих граждан с сотрудничеством. Мы располагаем документами, свидетельствующими об использовании наших граждан таким образом, например, на чемпионате Европы по легкой атлетике и в других случаях. Многие из них снабжены грифами секретно, строго секретно и даже сверхсекретно, то есть высшая степень всех рялости. Одним из важных способов является привлекление шпионской информации непосредственно на территории ЧССР. Такая информация особенно котируется не только в свободной Европе, но прежде всего в ЦРУ, куда она впоследствии поступает. В связи с этим необходимо добавить, что свободная Европа усиленно занимается сбором всякого рода материалов из области политики, экономики и даже спорта. Все эти материалы и информация о социалистических странах является для свободной Европы, а в настоящее время также для радиосвободы важным материалом. В последнее время эта радиостанция требует от своих информаторов прежде всего такие материалы, которые можно было бы включить в вещание как средство ведения психологической войны. К этой категории относится информация о настроении населения, о взглядах граждан на отдельные события дома или за радиожом. Дальше информация о том, каким образом можно было бы использовать разжигание национальной розни в той или иной стране, как более эффективно влиять на интеллигенцию, на молодежь, на рабочих, чтобы посеять в них всякого рода сомнения, противоречия и тому подобное. Один из журналистов попросил Павла Минаржика охарактеризовать так называемых национальных сотрудников свободной Европы. Среди них немало людей весьма сомнительных. Назову, для примера, несколько имен. Например, Богуслав Голи, человек, который выслужил свое редакторское место как шпик американской разведывательной службы. Он, например, считает, что нацисты имели право убивать людей в концентрационных лагерях. По его словам, это вечное право победителей. Это же было во время войны, говорит он. Кто не хотел быть убитым, тот не должен был лезть в это дело. Само собой, разумеется, что Богуслав Голи поддерживает реваншистские притязания судетских немцев. Упомяну еще об одной категории сотрудников свободной Европы, о бывших функционерах фашистских отрядов Глинки, которые действовали в период так называемого Словацкого государства. Вот фамилии некоторых из них Лошонский, Балушка, Шрамек, Кружляк и эксперт по вопросам культуры Макдолен. К этой категории относится также Нижнянский, бывший гемогер подразделения СС Эдельвейс. Военный преступник. В настоящее время эти люди блокируются не только судетскими немцами, с их самым реакционным крылом, но также с сепаратистами вянграми. Не менее примечательен факт, что ныне эти люди находятся на одном корабле вместе с эмигрантами после августовского периода, среди которых фигурируют такие, как Вольные, Ездинские и другие. Что объединяет всех этих людей? Это жажда наживы, денег, которые они получают от американцев. Это отказ от всяких идеалов. Все эти люди циничные карьеристы, утратившие свою родину. И потому очень их устраивал период холодной войны. Потому они не согласны сегодня с решениями конференции в Хельсинки. Один из вопросов журналистов касался подробности деятельности радиостанции «Свобода». Отвечая на него, Павел Менаржик отметил. Сущность работы всех национальных редакций в основном аналогична. Она отличается только определенной спецификой. В последнее время на радиостанцию «Свобода» прибыло несколько человек, которым было разрешено выехать из Советского Союза в Израиль. Эти люди по прибытии, как они выразились на свою родину, первым же самолетом отправились в Мюнхен, где работает ныне в радиостанции «Свобода». неопровержен язык фактов и документов. Перед журналистами выступал человек, хорошо знавший, что стоит за ними, где ложь, а где правда. Человек, отдавший поиском этой правды семь лет жизни. в Мюнхене Вместе с его рассказом свидетельствовали документы, служебные инструкции, секретные приказы, тайная переписка. свидетельствовали фотографии тех, кто предал свой народ, свою родину, тех, кто хотел бы спрятать свою неблаговидную деятельность за глухой стеной секретности. Благодаря смелой, опасной работе разведчика многое тайное теперь стало явным. Заканчивая свой разоблачительный рассказ, Павел Менаржик сказал, я был послан для того, чтобы по мере сил помочь делу защиты моей родины. Я счастлив, что смог успешно завершить мое задание. Я служил всеобщему благу своей родине, всему социалистическому содружеству и делу мира в Европе и во всем мире. в Европе в Европе в Европе в Европе Продолжение следует...